Девушки отдыхают. Тень начала двигаться по направлению к девушке. Вскоре стало понятно, что это огромная горилла. Животное явно было недовольно нарушением границы его территории. Морду обезьяны исказила гримаса злости. Изо рта торчали острые клыки. Внезапно животное мотнуло головой и снова начала приближаться. Девушка дернулась в сторону, но ногу прострелила боль. Вспомнилось главное правило при встрече с медведем – прикинуться мертвой. Полина опустила руки и легла на землю. Она понадеялась, что горилла быстро утратит к ней интерес. Полина закрыла глаза и постаралась дышать как можно незаметнее. Вскоре над девушкой раздалось сопение. Животное обошло Полину по кругу, внимательно обнюхивая. Горилла трогала Полину за руки и ноги. Когда она прикоснулась к поврежденной лодыжке, девушка не сдержала приглушенного стона боли. Зверь тут же одернул ладонь, а потом резко перекинул Полину через плечо и куда-то потащил. У девушки внутри все оборвалось. Она с ужасом решила, что ее тянут в логово, чтобы съесть на обед. В этот момент Полина пожалела о недостаточной подготовке. Она понятия не имела, чем питаются гориллы и даже не почитала информацию о фауне перед поездкой. О сопротивлении или побеге речи быть не могло. Поэтому девушка уцепилась за густую шерсть на спине животного, чтобы не упасть на землю. Горилла притащила Полину в маленькую пещерку и свалила на землю. Девушка больно ударилась, сбила кожу на коленях, ладонях. Она тут же обернулась лицом к животному и вжалась спиной в камень. Полина попыталась стать маленькой и незаметной, но не могла поджать пострадавшую ногу. Впрочем, гориллу это мало волновало. Зверь устроился возле входа в пещеру и наблюдал за дождем. К девушке животное не приближалось и даже не смотрело в ее сторону. Девушка пошевелилась. Не дождавшись реакции, она решилась на побег. Полина встала на колени и поползла в сторону выхода. Было больно и неудобно. Она сосредоточилась на неприятных ощущениях, поэтому не заметила стремительного перемещения гориллы. Животное резко возникло перед ней, оскалило острые клыки и издало оглушающий рев. У девушки от ужаса кровь застыла в жилах. Прямо перед глазами перекатывались мощные мышцы животного. Полина понимала, что у нее нет ни единого шанса против такого сильного противника. Горилла толкнула девушку в плечо, подгоняя обратно к стене. Как только Полина вернулась на свое место, животное спокойно устроилось у входа и снова уставилось на стену дождя. В этот момент Полину озарило догадкой, горилла не нападает, а спасает ее. Зверь перенес ее в безопасное сухое место, теперь охраняет. Кто знает, какие хищники бродят неподалеку. Против гориллы они не пойдут, а значит, Полину никто не тронет. Тогда девушка облегченно выдохнула и вспомнила про телефон. Она полезла в рюкзак под любопытным взглядом животного. Телефон, как и все содержимое рюкзака, промок, но Полина постаралась просушить его. Аппарат мигнул сигналом. Девушка облегченно выдохнула, набрала службу спасения и объяснила, в какой ситуации оказалась. Ее попросили оставаться на месте, не выключать телефон и ожидать спасателей. Горилла с интересом наблюдала за разговором, но агрессии не проявляла. Полине захотелось как-то отблагодарить животное. Она достала свой запас пищи и протянула горилле. Та с недоверием смотрела на хлебцы. Полина отломала кусочек, засунула себе в рот и тщательно прожевала. Животное поняло, что ему предлагают пищу, взяло угощение и тут же захрустело снегами. Через несколько часов Полину нашли спасатели. К тому времени страх перед гориллой окончательно ушел. Когда зверь повернулся по направлению к девушке, Полина только накинула на плечи рюкзак. Животное взвалило Полину себе на плечо, вынесло из пещеры на поляну. Горилла отошла подальше, а потом незаметно растворилась между деревьев, как только рядом появились люди. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.